А свой самый первый сюжет вы помните? Еще бы. Еще бы, да? Я всегда, когда со студентами работаю, рассказываю об этом, потому что, когда приходят красивые, юные, такие уверенные в себе девушки, в основном, которые хотят стать телеведущими, им кажется, что быть красавицей достаточно в кадре. Я им каждый раз говорю, девчонки, кто хочет стать настоящей телеведущей, должен пойти в поля и обязательно поснимать серию репортажей, ну, хотя бы лет пять. Многие хихикают, кто-то действительно интересуется и задают вопросы. А что было-то у вас тогда? Я с гордостью рассказываю, как в 16 лет я пришла на телевидение. Вот. И маленькая, ну, как, ну, юная девчонка, 60, косичек. Стоп, 16, 17, 18? Лет было 16. Я закончила школу, поступила на психфак, и мне казалось, что я стану великим психологом. Но я поняла уже на третий месяц учил бы, что какой из меня психолог вообще. Порой я сама себе не могу помочь. Какие-то его противничало, но ничего. Нет, нет. Вот. И совершенно случайно, не случайно я встретила на улице своего бывшего руководителя нашей музыкальной группы, которую мы в школе пели. И он сказал, что он работает на телевидении, позвал меня сниматься в рекламе. 60 косичек, это было так эффектно тогда, в те годы. Я возмутилась и сказала, какая реклама, какая реклама мороженого, ты что, я в новостях хочу работать. И он мне сказал, я ничем тебе тут не смогу помочь, покажу только дверь. И я помню, я прихожу туда, в шортиках, в маечке, оборачивается на меня огромная команда, работает там, ньюсрум, ребята уже 25-30 лет, они смотрят на меня как на симпатичное недоразумение и говорят, вы кто? И я говорю, я Настя Чернобровина. И тогда директор новостей Марат сказал, что бы вы хотели. Я говорю, я хочу работать в новостях. Он говорит, а что ты умеешь? Я говорю, да я сочинение классно писала в школе на пятерке. Они умеялись. Говорит, хорошо, давай найди сама тему, мы тебе дадим оператора и сними свой первый репортаж, посмотрим, что ты собой представляешь. Я перелистала все газеты и нашла тему «Международный день пожилых людей». И он тогда отмечался впервые. Дали мне операторы, я пошла на улицу, брала интервью, прочитала много статей. Конечно, тогда я брала информацию из газет, я еще сама не могла как-то анализировать. Я помню, меня от этого отучали. Но школа была сумасшедшая. Я сняла этот репортаж, я помню, как меня гоняли ассистенты операторов, как гонял режиссер монтажа. Иди, отстартуй кассету. Я говорю, что надо делать? А стартовать кассету? Я бегала, спрашивала, что такое стартовать кассету. Так я училась всему потихоньку, и оператор мне очень помогал, который, кстати, сейчас тоже в Москве очень успешно работает. Я сделала свой первый репортаж, а потом их стало уже пять в день. Мне так все это нравилось, что я там начала. Это «Со временем», да, смешное название.